Предыдущих сериях The Long Drive я построил на своей машине огромную ловушку для летающей тарелки. И после пары неудачных попыток я всё-таки поймал её. А потом я задумался, а что ещё я могу построить на своей машине? Всем хай! С вами Юджин и я не понимаю, почему я здесь нахожусь на какой-то остановке. У меня не тут было сохранение, совсем не тут. Но когда я заспаунился, я краем глаза увидел вот это. Лампа! Я могу что-нибудь здесь сделать? Может быть как-то потереть её? Давай, трись. Нужно тереть ладошкой, мне кажется. Или какашечкой. Это не волшебная лампа. Ну-ка, мне полетела достаточно волшебная. Ладно, это не наше сохранение. Вот, всё, мы вернулись. Фух, слава богу. Да, как вы поняли, летающая тарелка не сохраняется. Поэтому мы больше на ней не будем летать. Да и в целом и бессмысленно как-то. У меня есть другой план, более интересный. Я хочу сделать что-то поприкольнее. Перед тем, как мы полностью попрощаемся с этой игрой. А именно вот что. У нас с вами прекрасная возможность строить что-то на машине. Ну вы поняли, да, сегодня будет выпуск экспериментов. И экскрементов тоже. Короче, первое изобретение будет называться катапульта. Располагаем палету вот так. Вот здесь. Одну вот так. И последнюю вот таким образом мы поставим. Теперь нужно загрузить туда орудие. Где у нас орудие? А вон оно, ушастая бегает. Умри! Пойдём, полетаешь. Давай-давай, я знаю, ты не хочешь. Но это будет очень весело, я тебе обещаю. Стоп, а зачем останавливаться на одном кролике? У нас здесь довольно много орудий. Так, я вижу, вижу, вижу. Кролик, не убегай. Почему не убегают от меня? Они что, боятся меня? Так, стой, стой. Не хочу тратить патроны на него, но он убегает. Всё. Вот ты где, мой доброволец. Он даже после смерти дёргается. Не хочу, я не хочу. О, смотрите, ещё один бежит. Хорошо. Вот теперь у нас три кролика. Пожалуйста, Евгений, не надо, я не хочу. Не хочешь, чтобы твое имя вошло в историю? Ну ты странный какой-то. Полезай в корзинку. Вот. Всё, три поместил. Что ж, смотрим. Первый залп. Оп. Что? Какого фига? Я что, сказал, держитесь крепче? А, видите, они все устаканялись и прицепились к палетке. Давайте-ка попробуем сделать по-другому. Нам нельзя, чтобы они цеплялись к конструкции. Тогда мы вот так, наверное, сделаем лучше. Тогда нужно аккуратно их вот сюда положить. Угу. Кажется, сейчас оно произойдёт. Надо делать всё резко. Раз, два, три. Хоп. Что? Погодите-ка. Они все три просто проскользнули. Хм, эксперимент не удался. Но это пока что. Мы сейчас разберёмся. Смотрим, приклеится ли к палетке кровать. Клеивается хорошо. Тогда делаем вот таким образом. Берём кровать. Нужно её как-то вот так поставить. Так, что у нас ещё есть? Вот это сиденье. Допустим, располагаем вот так. Нет, сейчас пригодите. Вот так нормально будет? Ладно, диван прицепили. Только немножко не так, как я хотел. Возьмём первого кролика. Вот он такой весь жаждет стать первооткрывателем. Пробуем. Оп. И вот всё равно проскальзывает мимо. Так. У кого есть идея, ребят? Сара, у тебя есть идея? Дорогой, лучше бы ты столько же внимания уделял мне, чем своим тупым изобретениям. В общем, есть у меня парочка идей, которые в теории можно воплотить без использования модов. Я знаю, что есть моды на эту игру, и можно много всего замутить, но мне кажется, это таким читерством. Ну, как бы, если в моде предусмотрено, естественно, ты это можешь сделать. Мне хочется посмотреть, что можно сделать в оригинальной игре. Я считерю немножечко, только в одном моменте. Я скачал спаунер предметов, и таким образом я смогу спокойно спаунить себе необходимое количество материалов для постройки. Согласен, это небольшое читерство, но оно оправдано, поскольку, по сути, если я не буду его использовать, я буду просто ехать дальше и собирать те же самые предметы. И просто я постарею, пока всё это смогу реализовать. Поэтому давайте спим, и сейчас я поеду в другое место, потому что здесь много травы, она мешается, я хочу найти такой пустырь. И буду использовать его как полигон для своих экспериментов. И вы, друзья, будете частью этих экспериментов. Погнали отсюда! Естественно, всё нажитое барахло я взял с собой, оно наверняка пригодится. Отлично, трава закончилась. А значит, мы можем останавливаться. Прямо рядом с водонапорной вышкой. Кстати, очень удобно. А эта вышка не такая, как все. Такое ощущение, как будто там наверху очень много пространства. Может быть, есть лестница? К сожалению, лестницы нету. Что ж, придётся разбирать весь этот хлам сейчас и думать, что мы сделаем конкретно. У меня на самом деле есть одна идея, но я понятия не имею, как сделать то, что я запланировал. И вот эта штука нам подсказывает, что я конкретно хочу сделать. Я хочу сделать перекати поле из своей машины. Давайте всё разбирать. Ой, я кровать даже с собой взял. Просто диванчик вот так поставлю, и Билли будет сидеть и смотреть. Так, ещё Сара туда надо посадить. А куда она делась-то? А, вот ты где! Блин, она всё это время была тут. Хорошо, что она прилипла к палетам. Иначе просрал бы я свою любимую женщину. Всё, давайте присаживайтесь, сейчас посмотрите, как Евгений будет. Творить некое чудо. Фух, разобрал. Итак, как же превратить мою машину в перекати поле? Изначально я думал прикрепить огромные колёса на её колёса, чтобы они крутились. Но, как оказалось, это невозможно сделать. Видите, эта штука прицепилась... Вообще не понятно, куда она прицепилась. Она к земле прицепилась. И поэтому эта идея сразу отпала. Но появилась другая, более надёжная, мне кажется. Надо построить вот такую большую платформу, заехать на ней на машине и начать строить огромные колёса и сферы вокруг машины, чтобы всё это изначально было приделано к машине. Потом просто убрать платформу и надеяться, что всё сработает. Я не гарантирую успешность моих экспериментов. Я гарантирую лишь то, что вы успешно на них посмотрите и, возможно, поржёте. Как мы должны это сделать? Вот первая палета. Она будет располагаться вот здесь. Всё, я теперь не сдвинуть, ничего ты не сможешь этим сделать. Даже не пытайся. Следующую палету мы поставим перпендикулярно. Таким образом мы можем поставить эту доску. Эта доска поможет машине заехать. А, тихо! Какого? Какого? Что происходит? Я стал частью... Я полетел на доске! Я полетел на доске! Опа, а заодно посмотрим, что там на этой крыше. Там какое-то домишко. Летим на доске! Евгений возвращается в прошлое! Летим на доске! Деребо! Доски ненадёжные для полёта. Но зато мы все поностальгировали. Окей, теперь давайте сделаем всё так, чтобы не всраться. Вот так вот уложили. Почему я всё время... Почему? Ох, это будет тяжёлое строительство. Опять сейчас полечу, да? Ладно, друзья, я нашёл способ для вас, как летать на досках. Вот. Как я это сделал? Да, господи. Вот, прекрасно! Теперь фиксируем. Надо зафиксировать так, чтобы машина могла спокойно заехать. Я думаю, вот так нормально будет. Опа, а это ещё можно использовать как детские горки. Стыдно перед друзьями. Знаете, мне кажется, можно использовать одну палету. Я не представляю, как мне... Аккуратней. Очень будет трудно всё это ставить. Платформа готова, и нам даже не пришлось использовать наши прутья. Вот как она выглядит. Теперь главное, чтобы машина смогла всё-таки на неё забраться. И встать. И чтобы в них было никаких проблем. Я это ещё не тестировал. Без понятия, что нас ждёт. Давайте попробуем. Но будем предельно осторожны. Предельная осторожность. Вот что нам нужно. Вот что мы из себя представляем. Супер осторожные. Так, погодите, у нас уже проблемы, я вижу. Давай, 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 заезжай. Какого дьявола? Мне это не устраивает. Сейчас мы вот так утопим в землю. Пожалуйста, работай. Есть. Вот. Аккуратненько. Почему нет? Что не так? Опа, смотрите, да, да. Нет, не хватает тяги. Надо чуть разогнаться. Мы застряли. Ну погодите. Давай-ка мы выйдем отсюда. Мы просто потолкнем машину. Подтолкнем. Вот. Да, да, да. Всё отлично. Она сейчас подтолкнулась как следует. Чуть-чуть сильнее подтолкнуть. Прямо вот снизу. Давай. Что это? Шланг. Ой. Напрягался я, а кишка выскочила у машины. Она, видимо, напрягалась. Ой, стой, 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 стой. Пожалуйста, стой, стой. О, боже мой. Если бы только я мог отсюда достать и подтолкнуть машину назад. Есть такая возможность. Сейчас сделаем себе подставочку. Но супер надёжную. Вот такой вот барный стул. Мы просто встанем на барный стул. Он шатается. Не переживайте, я удержусь на нём. Пусть он и шатается, но я удержусь. Вперёд. Чёртов стул. Вот. Так должно сработать. Чуть-чуть повыше просто надо. Опа. Есть. Да, 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 да. Это нормально, это нормально. Пусть машина стоит. Это как раз таки даст нам возможность чуть расширить платформу. Чуть удлинить её. Окей, мы чуть удлинились. Сделаем небольшую возвышенность, чтобы машина дальше не покатилась. Ну давай. Давай. Почему в этот раз так жёстко я толкнул? В целом это не страшно. Ведь мы можем попытаться снова. Ну, ну. Ублюдство. Ладно, я попробую загрузить сохранялку. Я просто боюсь, что сейчас всё так жёстко глюканёт. Вот, например. Ну что это значит? Ну почему? Почему конструкция решила сломаться? Ну, машина на платформе. Так, в жопу всё это. Надо всё разобрать и сделать заново. Мой пандус будет состоять исключительно из палеток. А чтобы заезд был плавный, я установлю вот эти металлические прутья. Единственное, что надо сделать эксперимент. Я сохранюсь и релоуднусь. Посмотрю, всё ли держится. Ммм. Оно не держится. Оно не прикрепляется к земле. Почему? Короче, у нас получается только один способ есть. Это сделать всё за раз и не допускать никаких ошибок. Я думаю, у нас получится. Нам лишь надо сделать вот так. Ну-ка. Зафиксировали? О. Вы зря думаете, что это легко. Я уже потратил час на постройку, которая тут же запоролась. Мне кажется, это видео будет гораздо амбициознее, чем предыдущий выпуск, где я ловил летающую тарелку. Можете посмотреть его, кстати. Так, я боюсь, что это сооружение никак иначе, как лепнина, не назвать. В целом, мне кажется, можно попробовать завести машину и загнать её наверх. Я не знаю, сколько мы экспериментов сегодня сможем с вами провести, потому что я уже дико устал. И мне впадло. Надеюсь, получится хотя бы сделать одно. Хотя бы одно, я имею в виду, затащить машину наверх. Опа. Опа. Ох, как легко и элегантно. Легко и элегантно. Стоп. Вот так мы это делаем. Всё. Она здесь, она наверху. Теперь давайте наконец-таки приступим к постройке нашей машины. Мы сделаем из неё колесо и будем путешествовать. Возможно, сегодня мы именно это сделаем. Это всё. Больше никаких экспериментов. Ну что, мне лень. Поставьте лайк, пожалуйста. Всё, что нам нужно. Подойти вот так вот и прям воткнуть. А когда воткнули, надо ещё разочек воткнуть. Получается вот такая вот палка. Получается, нужно по четыре вот этих штучек с каждой стороны. Всё, завершено. Я чувствую себя, знаете, как... Как будто я ребёнок, собираю конструктор лего. Но при этом это бракованный лего. Где, по идее, я не должен строить то, что я строю. И лучше бы я этого не строил. Вот это я бунтарь. Мне нужно сделать одно большое колесо. Окей, начнём, пожалуй. Самое главное, чтобы эти палеты не задевали при строительстве платформенные палеты. Вообще-то вырисовывается чё-то прикольное. И честно, я не понимаю, зачем я вот эти штуки со всех сторон делал. Они же никак не влияют на цепкость. И самое главное, чтобы это всё нахрен не развалилось. Казалось бы, да? Что такого? Взять и построить кольцо вокруг машины. Но почему-то это так много времени занимает. Ну, как-то так. Теперь гораздо более сложная задача это построить окружность вот так. Целое кольцо должно окружать. Прям вверх и вниз. Что это? Ой, это опасно я сделал. Что? О, нет, 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 нет. Вот так вот и всрал я. Всрал я все свои мечты. Я не думаю, что всё потеряно. Хотя, скорее всего, так и есть. Как так она поставилась? Почему она так уродско поставилась? Ладно, мы продолжаем. Мы продолжаем, всё хорошо. Делаем вид, что всё хорошо. Чё-то слегонца дрожит. Дрожит конструкция. Словно что-то задумала. Надеюсь, нет. Очень надеюсь, что не задумала ничего страшного. О-о-о. Осторожно. А, а, стой, стой, стой. Вот так. Аккуратненько, аккуратненько. Блин. В целом, это то, что нужно. Погодите. Я же могу отсюда это сделать. Гораздо проще. Окей, отсюда мы можем продолжить строительство теперь в эту сторону и в эту. Угу, угу, угу. Что-то у нас вырисовывается. Несмотря на кривизну, выглядит довольно-таки прикольно. Вы только посмотрите, какой кадр. А со стороны как смотрится. Блин, крутую штуку я делаю, походу. Давай, полезай. Это очень опасно запихивать пили в машину, когда всё и так на соплях держится. Всё. Уселся? Кажется, уселся. Зара, ты тоже идёшь. Надо её аккуратственно. Аккуратственно. Вот сейчас. Сначала вот туда её. Ага. Как-то так. Кажется, у нас получилось. Кажется, она в салоне. И очень ровненько и аккуратненько сидит. Тварь. Никто нам не мешает, на самом деле, делать пристройки. Делать вот эти вот орбиты в других местах. Я думаю, чем больше, тем лучше здесь. Надо брать пример с природы. А именно, с перекати поле. Где он у нас? Нету. Нигде не вижу, как назло. Ну, в общем, вот такой вот. Узлы повсюду. Всё спутано. Как будто бы бог создавал его так же, как я создаю эту штуку. Типа, как-то впадло продумывать всё. Так, достаточно мне убрать вот эту часть платформы, чтобы это кольцо освободилось полностью. И дальше мы просто будем наблюдать этот ужас, который ожидает эту машину. Я надеюсь, я успею сесть. Возможно, о, целая платформа. Вау, всё, разъединяем, разъединяем, разъединяем. Осталось последнюю штуку. Убираю её и хана. Пробуем. Оп. Ничего не произошло. Погодите, есть идея. Есть прекраснейшая идея, как мы можем сейчас взять и перевернуть машину. Ответ прост. Багажник. Вот смотрите. G. И теперь эта часть бага... Да. Открываем. Вот примерно на такую высоту. Продолжаем удлинять. Делаем своего рода скорпиона, только с икуна, который поджал свой хвост. О. О. О, гениально. Вы сейчас скажете, это гениально, Евгений. И я с вами соглашусь. Упёрли. Так. Поднимаем. И так можно продолжать достраивать. Мы делали домкрат. Значит, надо вот в эту сторону изгибать немножечко домкрат, чтобы мы могли... Да, ещё повыше, ещё повыше. Ха-ха-ха. Мне нравится эта штука. Она позволяет делать всё, как мне надо. Идеально регулирует высоту. Смотрите, у нас уже почти всё готово. Гениальное изобретение, которое приведёт человечество к чему-то позитивному. И если оно и убьёт всех, то только от смеха. Говорят, что смех продлевает жизнь. Но если все сдохли от смеха... Что? Посмотрите на это, как круто выглядит. Я не буду говорить, как я стартану. Вы просто это сами увидите. Сейчас я сначала должен немножечко всё... Ой-ой-ой, оно уже покатилось. Погодите. О-о-о-о. Уже всё. Уже начало. Теперь главное сделать всё правильно. В целом, нам уже ничего не нужно больше добавлять. Потому что и так, кажется, будет катиться как следует. Вот мы открыли багажник на максимум. Теперь нам нужен стул. Надо понять, возможно ли его прицепить куда-то. Вот. Мы приземлились на машину. Теперь нужно положить пруд вот сюда. Очень аккуратно. Запрыгиваем. Стой. Чёрт. Давай-давай-давай-давай-давай. Давай. Оп. Тихо. Встали. А-а-а. Ты гадёныш. Ты думаешь, мне ничего и получится? Ты думаешь, мне ничего и получится? Мне получится. Вот так. А-а-а. Аккуратственно. А-а-а. Аккуратней. Блин. Вот, мы стоим. Стул только не стоит. Сейчас он у меня так встанет. Ага. 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 Достаточно этой палкой зафиксировать всё. Смотрите, стул идеально прицепился. Садимся. Закрываем дверь. Теперь берёмся за багажник. Я готов запустить наше перекати-поле в свободное катание. Раз, два, три. Ещё раз. Три. Что? Что-то это за дерьмину получилось. Давай, катись, уродство. Так. Так. А, мы уже вверх ногами. Это не совсем то, что я планировал. Придётся осуществить маленькие доработки. Чуть-чуть. Подкорректировать наше гениальное изобретение. Оно гениально с самого начала было. Чтобы люди поняли гениальность. А люди, они что-то... Вы знаете, они простые. Им надо всё разжёвывать, чтобы они понимали, что это такое. То есть, это всё требует некого упрощения. Чтобы люд простой, этот простолюдин, понял всю гениальность. Потому что лучший гений может быть только Евгений. Понятый гений, разумеется. Он должен быть понят всеми. Теперь ничего не боимся. Вниз! Пробуем, пробуем, пробуем. Мы перевернулись. Пока что дерьмо. Не смотрите, друзья. Пока это дерьмо. Опа. Летающая тарелка прилетела. Пришельцы наблюдают. Они хотят увидеть. Смогу ли я переплюнуть их в технологиях. Восемь грёбаных часов спустя. Все мои идеи провалились. Пока что. Пришла новая идея. Заспаунить машину. Которую я использую, чтобы подтолкнуть. Подтолкнуть своё перекати-поле. Давай. Блин, она застряла. Разве это нас останавливало когда-нибудь? Всего лишь подзастряла машинка. Сейчас мы уберём её. Почему всё нахрен развалилось? О боже мой, я лучше сяду. И пристегну ремни. Я просто нажал пуш. Когда подошёл к палетам. Типа подтолкнуть. Я подумал, вдруг подтолкнётся машина. И всё покатится. Оказалось, чуть-чуть по-другому. Поведёт себя игра. Опа. А, да, да, есть, да, боже мой, все залагает, мы сделали спутник космический, давай, перекати поле, катись, вот она красота какая, пусть немножко, но мы прокатились, на двух машинах причем, это было так эпично, словно Интерстеллар только что посмотрел, счастью, я сохранился, в нашем случае должно все работать как обычно, да, посмотрите, все хорошо работает, платформа упала, ну и хрен бы с ней, Мы просто заспауним огромный автобус теперь, как старые добрые времена, заведем его, и конечно же подтолкнем нашу махину, так, хорошо, 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 я понял, я понял, что ты от меня хочешь, она хочет такого разгона, которого не ожидаешь от автобуса, о, кролики просто орут, они ссутся, давай, давай, прокрутили, да, Евгений сидел на стуле и думал, как же решать, решить его проблему, величайшая загадка человечества, как заставить огромную машину перекати поле, перекатывать гребанное поле, не, ну, конечно, у меня есть еще одна идея, но она очень радикальна, в целом, я сохранился, думаю, что мы могли бы ее попробовать, тогда пристегните ремни, ибо мы с вами выключаем Физикс блок, а значит, все предметы в салоне повсюду будут вести себя как хотят, вот они повалились, просто наблюдаем, просто наблюдаем, так, Сара выскочила, она смекнула, кажется, что пора делать ноги, смотрите, какие красивые подсъемы делает камера сама, я вообще не делал ничего Ооо, ооо, есть, да, 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 перекати поле, пожалуйста, камень не запарывай, мне так хорошо сейчас, давай, катись Да! Ладно, давайте попробуем сделать это еще разок, потому что у меня есть одна очень интересная идейка, я решил добавить в уравнение пару автобусов, и теперь камера двигается как-то сама по себе, такое ощущение, как будто, как будто бы я не в машине А, вот, теперь все нормально, я смог сместить камеру со своего персонажа, просто, чтобы она смотрела со стороны, вот к чему приводят эти эксперименты смелые, дерзкие и отчаянные Не, ну как так получается, что я уже 4 часа пытаюсь добиться последнего финального рывка, игра делает все, чтобы этого не случилось Даже два автобуса, просто плавно, как смазанный вазелином, выскальзывают из всей конструкции Она уже прокручивается, но рвони ты, рвони, чтобы все бы кайфанули Погодите Да Да Я еще обоссался почему-то, но, да, а, это бензин выпал, смотрите Я не просто сделал это, он еще и управляемый, это управляемый перекати поля Сейчас мы его раскрутим, как тварь Да, посмотрите, это же лучше, чем я себе представлял Да И полетел Тварина Почему он раньше этого не делал, смотрите Красота, красота, красота Я уже часов 10 пытался это сделать Я именно хотел третий раз запыльнуть его как следует, чтобы насладиться вдоволь И в итоге замутил управляемый перекати поля Раскручиваем Да 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 О боже мой О боже мой, это будет сейчас такая скорость Смотрите О, кажется, я наловчился, нужно просто интервалами давить Вот, смотрите, как мы красиво Ох, как филигранно О, друзья, простите, что я не фонтанирую эмоциями Я так устал, уже очень поздно Я надеюсь, что вы радуетесь за меня Несмотря на свою крайнюю бесполезность Выпуск все же получился жизнеутверждающим Будьте самобытны, друзья Делайте все, что вас в душе вот закипает Делайте это Даже если это абсолютная дебил Тупость Даже если это кажется самой тупейшей идеей в мире Гните свою линию И вы обязательно пересечете дорогу на вашем перекати поле В общем, я максимально доволен Управляемый перекати поля Что может быть оригинальнее Надеюсь, это достойно лайка С вами был Юджин Люблю вас всех, обожаю, целую, обнимаю И если хотите увидеть еще больше экспериментов в этой игре То пишите об этом в комментах И я обязательно учту ваше мнение А теперь я пойду отдыхать Всем пять!